Американская ползвезда Тейлор Свифт вновь возглавила сотню самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes. Ранее Свифт уже занимала первую строчку рейтинга в 2016 году. По данным издания, за последние 12 месяцев доход певицы составил 185 миллионов долларов. Большую часть заработка ей принес тур Reputation, который уже назвали самым кассовым в истории США. На втором месте списка бывшая участница реалити-шоу, а ныне владелец собственной линии косметики Кайли Дженнер. Ее суммарный годовой доход составил 170 миллионов долларов. За Кайли следом идет муж ее старшей сестры Ким Кардашьян, рэпер Кани Уэст. В основном, благодаря собственной линии кроссовок, ему удалось заработать за минувший год 150 миллионов долларов. Замыкают пятерку лидеров аргентинский нападающий Лионель Месси и певец Эд Широн, заработавший за минувший год 127 и 110 миллионов долларов соответственно. Также в десятки футболисты Криштиану Роналду и Неймар, а также группа Иглз. А прошлогодние обладатели первых двух мест списка, боксер Флойд Мэйвезер и актер Джош Клуни, на этот раз в топ-100 не попали вовсе. В калифорнийском городе Пасадена представили шоу «Аполлон-11», посвященное 50-летию высадки человека на Луне, которое имитирует полет и высадку на спутник Земли. На премьеру пришел астронавт Бас Олдрин, второй человек, вступивший на Луну после Нила Армстронга, а также Чарли Дьюк, участник экспедиции «Аполлон-16». «Это было красиво. Я чувствовал себя как маленький мальчик, который разворачивает подарки на Рождество». Из Пасадены шоу «Аполлон-11» отправится в национальный тур. Звезды спорта и шоу-бизнеса собрались вчера в Лос-Анджелесе, где прошла ежегодная церемония вручения наград и SPY Awards, которую называют «Спортивным Оскаром». Премия учреждена популярным американским телеканалом ABC в 1993 году. Помимо знаменитых атлетов на красной дорожке засветились актрисы Эль Фанинг, Габриэль Юниан, рэпер Мигас, певец Ашер и другие. Как и ожидалось, лучшей командой стала женская сборная США по футболу, выигравшая чемпионат мира. Награду футболисткам вручила актриса Сандра Балок. А вот лучшим игроком стал нападающий и капитан хоккейной команды «The Washington Capitals» Александр Овечкин. Парел Уильямс попробовал себя в роли экскурсовода. Музыкант провел экскурсию по арт-выставке «Призыв к действию» известного японского художника мистера Риу, который открылась в Национальном музее восточных искусств Гимме в Париже. Музыкант провел по залам группу детей и подростков, рассказываем об экспонатах и фотографируя с желающими. Выставка включает скульптуры, живопись и мультимидии, инсталляции, созданные художником по мотивам сюжетов и японских комиксов «Манга». Рок-группа «Металлика» занялась неожиданным для себя проектом. Музыканты решили выпустить детскую книгу, рассказывающую историю коллектива в картинках. Над книгой под названием «Азбука Металлика» исполнители работают в соавторстве с известным иллюстратором Майклом Маклиром. По задумке авторов, каждая буква алфавита в книге будет соответствовать определенному эпизоду из истории группы или забавному факту из жизни музыкантов. «Азбука Металлика» появится в продаже в ноябре.